Здравствуйте, ребята! Спасибо, что зашли в гости к дедушке Саше. Сегодня я расскажу вам сказку про серебряное блюдечко и наливное яблочко. Жили-были мужик с бабой, и было у них три дочери. Две старших любили в обновах по улицам прохаживаться, да перед зеркалом красоваться. А младшая Марьюшка перед зеркалами не вертелась, с утра до ночи работала. Весь наряд Марьюшки, сарафан да русская коса допят. Старшие дочери над младшей посмеиваются, наряды свои пестрые перевирают, да Марьюшку работать за себя заставляют. А Марьюшка молчит, в поле работает, хозяйство ведет, да по дому прибирается. Так они и жили. Собрался однажды мужик на базар сено продавать. Подозвал он дочерей своих и спрашивает. Каких вам гостинцев купить? Чем порадовать? Купи мне батюшка платье нарядное, в шелках да с узорами невиданными просит старший. А мне привези платье алое, из бархата заморского, просит средний. А Марьюшка молчит, ничего не просит. Мужик ее сам и спрашивает. А тебе гостиниц какой надобно? Что твои очи Марьюшка порадует? А купи мне батюшка яблочко наливное, да в люце серебряное. Сестры старшие потешаются над Марьюшкой. Зачем тебе яблоко, дурочка? Полон у нас сад яблок наливных. Одно крыше другого. Зачем тебе блюдечко, дурочка? Куси и корми. Нет, сестрички мои, не для этого. Буду я яблочко по блюдцу катать, да слова приговаривать. Те, что бабушка мне сказала. За то, что я ее калачом подчем. Мужик на старших сестер посмотрел с укором. Довольно над сестрой потешаться. Каждый по сердцу гостиниц выбрал. Уехал мужик на базар. Да через несколько дней вернулся. Гостинцев привез дочерям. Все как заказом. Сестры старшие над младшей посмеиваются, да нарядами своими любуются. А Марьюшка присела и яблочко по блюдцу серебряным катает, да приговаривает. Катись, катись, яблочко. Катись вокруг блюдца обернись. Покажи города и луга, леса и моря, горы и степи, всю землю родную. Вдруг все вокруг ярким светом озарилось. Катится яблочко по блюдечку. И в нем вся земля русская видна. Красотища неписанная. Увидели сестры старшие чудо невиданное. Зависть их одолела. Хотели на наряды свою Марьюшку игрушку выменить, да та отказала. А покоя не знают. Сидят, думают, гадают, как обманом или хитростью блюдечком с яблочком овладеть. Стали в лес сестру младшую заманивать. Мол, пойдем в лес по ягодам. Марьюшка согласилась. Идут они по лесу темному. Ягод не видать. Присела Марьюшка, да яблочко на блюдочке катает, а сама приговаривает. Катись яблочко, катись вокруг блюдца обернись. На лужайках и в лесу ягодки пусть вырастут. Вдруг вся полянка ягодками стала усеяна. Только наклонись, да собирай. Видали, сестры чудо такое. Зависти вовсе рассудок их помутило. Схватили они палку березовую и прибили Марьюшку. А когда спохватились, делать было уже нечего. Закопали они сестричку свою младшую, под эвою плакучую. Яблочко с блюдечком себе забрали. Ягод полные корзины набрали. Да до дому пошли. Пришли старшие дочери в дом родной и стали врать отцу. Марьюшка в лесу потерялась. Мы ее найти не смогли. Видно, волки ее погубили. Опечалился отец. Но делать нечего. Дочку младшую не воротишь. А в то время пастух молоденький овечку искал потерявшуюся. Видит и выстоит плакучий. А под ней земля нарытая бугорком лежит. Вокруг цветы луговые. А в середке тростник вырос. Срезал тростник пастушок на дудочку новую. Не успел губам поднести. А дудочка сама заиграла, да песнь запела. Пастушок, играй, играй песенку печальную. Как сестрички родные меня погубили. Как за яблочко с блюдечком. Под его и схоронили. Пришел пастух в деревню. А дудочка все играет. Собрался народ. Диву дается. Врузиметь не может. Про что дудочка играет. И отец Марьюшкин пришел. Услышал он песни эту. Догадался он, о чем дудочка играет. Позвал дочерей старших. Те, как дудочкину песню слышали, напугались не на шутку. Рассказали, как все было. Заплакал отец. Веди нас, пастух, туда, где ты дудочку срезал. А дочерей моих старших свяжите и в лес отведите. Люди сестер старших в лес отвели и к дубу вековому привязали. А пастух с отцом могилку Марьюшку отыскали. Откопали ее. А Марьюшка, будто живая, еще краше, чем была, стала. Щеки румянцем налились, будто спит она сном беспробудным. Вспомнил батюшка, что в царском доме водица живая водится, и отправил все на дворец. К царю на поклон. Живой воды просить. Приходит мужик во дворец. Видит золотого крылечка, царь спускается. Мужик ему в ноги кланяется, все как есть чистую правду ему рассказывать. Отвечает царь ему. Бери водицу живую для дочери, а затем ко мне возвращайся вместе дочкой со своей и с яблочком и с блюдечком. Откланялся мужик царю, отблагодарил за щедрость великую и отправился домой с водицей живую. Пришел мужик домой и облил водицей живую Марьюшку. Та тот час и проснулась, да отца обняла. Счастливый отец с дочерью радуется, но обещано было во дворец, к царю вернуться, и пошли они ко двору царскому. Вышел царь на крыльцо золоченое, смотрит на Марьюшку, любуется. Предстала перед ним девушка краса, ясно солнышко, русы коса до пят достает, глаза цвета чистого неба. Упрошает царю Марьюшке, где же твое яблочко, да блюдечко серебряное? Достала Марьюшка из ларчика, блюдечко и яблочко наливное, спросила она царя. Что ты увидеть, государь, желаешь? Армию свою, аль красоту земли русской? Покатилась наливное яблочко на серебряном блюде, блюдечки. Войска царские и их мощь довладения русские земли бескрайние показывают. Удивился царь чуду невиданному, а Марьюшка ему в дар игру свою предлагает. Возьми царь-батюшка серебряное блюдечко и наливное яблочко, будешь царство свое видеть, да врагов примечать. Молвит царь в ответ, разглядев душу Марьюшкину добрую. Ты гостиница отцовский, чудо дивное, себе оставь, потешайся, а мне лишь ответ твой в подарок сгодится. Хочешь ли ты женой мне стать, да царством со мной вместе править? Сердце твое доброе народу нашему правдой послужит и мою жизнь приукрасит. Промолчала Марьюшка, лишь улыбнулась скромно и вся разрумянилась. По душе ей пришелся царь. А в скором времени они свадьбу сыграли, а народ долго помнил царицу Марьюшку с ее сердцем добрым, ведь она всегда о народе заботилась. Тут и сказочке конец, а кто слушал, тот молодец.